Красавцы Лав Радио Ярослав Парамонов и Никита Мартов Хай, Дирик! В эфире, чтоб все влюбились Кирилла! Кирилл и Лирик у нас в гостях приветики, доброе утро! Привет, доброе утро! Ты так выглядишь в достаточно выспавшемся? Да, как ни странно, хотя спал всего лишь часа два Ну, а как тебе получается высыпаться? Ну-ка, рассказывай быстро Да привыкаю уже к такому артистическому режиму Потому что все время в заточении, в заточении в студии Вот, об этом мы... Серой и темной Хотел поговорить с тобой сегодня Мы посмотрели на то, как ты и на свежем воздухе Прекрасно смотришься на выступлениях В частности, на ВК-фесте, когда вы с Юлей пели Это тоже вообще космос какой-то Так что да Ну, и с тех пор, как мы не виделись здесь, в нашей студии Ты супер результативно поработал Ты сидел в своей студии, как ты говоришь И сегодня мы затронем И сольную песню она не поверит В первую очередь Поговорим о дуэте с «Три дня дождя» Так Обсудим, какой звезде ты написал шикарнейшую песню Это вот по-другому нельзя сказать Мы заценили ее, слушали Спасибо А потом нам говорят Так это Кирилл написал текст Но это все спойлеры Да, конечно же, еще не обойдется и без наших фирменных игр Без нашего фирменного подхода Вот этого я жду очень-очень Да, мы-то как Все утро сегодня Просто приходим плавно к мысли, что Мы постарались прямо, чтобы испортить Посмотрим, как ты на это реагируешь Но самый первый вопрос для тебя А ты что, конвейер? Объясни Как ты столько выдаешь вообще материала? Нет, на самом деле Очень всегда выборочно Особенно в последнее время Как начал заниматься сольной деятельностью Все очень выборочно И очень точечно Главное, чтобы Даже не огромное количество песен Которые я делаю Делаем с командой Там с авторствами С артистами Главное, чтобы это было все Максимально здорово Максимально точно И нравилось людям То есть, наоборот, конвейер Как раз, мне кажется Я уже прошел Он где-то там уже позади Не хочется им заниматься Когда ты прошел конвейер Ну сколько песен в месяц В неделю, в день Ты способен выдавать? Блин, бывало Ну вот по Если даже про аранжировки Просто говорить Бывало, что по 4 аранжировки Просто в неделю Делал где-то Прям вот Именно конвейрил Конвейрил Но это не есть хорошо Вот, например Мы сегодня поговорим Про 3 дня дождя Альбом Про нашу совместную песню И еще как раз Альбом Я сопродюсер альбома Получается полностью Его, который вышел И работа на самом деле Сколько там треков 13 вышло И, ну, добрая половина Это наша совместная Где-то полностью там Моя по саунду работа По там соавторству И достаточно долго Это времени Достаточно много Это времени занимало Потому что Очень скрупулезно Ко всем деталям К переделкам К поиску формы Стилистических приемов То есть Мне нравится копаться Мне нравится очень Скажем, такое Гиковское, наверное Видение музыки То есть хочется всегда Очень много внимания Деталям уделять Ты большой молодец И суперский трудяга Но вот твоя песня Она не поверит Расскажи, как появилась? Она появилась Кстати, это было только Начало творческого пути Лирика По сути говоря Как сольного исполнителя Еще ничего не вышло Мы только Вот это были первые поиски Наверное Звука И мы просто с Богданом Как раз С продюсером Юли С моим сопродюсером Мы Сидели в заведении А, и с Юлией мы сидели И с Лэмбл Короче, вся наша семья была Мы сидели в заведении И там была Отдельная комната Где я разложил Короче, на стол Ноутбук Там наушники Микрофона не было Пел прямо в ноутбук И мы вот Сочиняли эту демку На четверых Вместе Коморкой, что за актовым залом Да, практически Да, даже это не в студии было И она вот В 90% Наверное Вайб весь Который был придуман Как раз В не студийной атмосфере То есть Он и остался Этому Вряд ли у нас получится Научиться Потому что Наверняка Это все-таки Очень индивидуальная история Но мы будем рады Прикоснуться К твоему вайбу Сегодня В частности Ну и чуть-чуть Там вайб Юли Остался Она у тебя пропела На бэках Юля Зиверта Большой наш краш Это факт Давайте послушаем песню Прямо сейчас Что откладывать Супер Поехали Поехали Лирик Она не поверит Здесь в эфире Лав радио Прямо сейчас Красавцы Лав радио Я бы раз в четыре Сказал Да вообще круто Лирик Она не поверит Лирик Кирилл У нас в гостях Сегодня еще раз привет Еще раз всем доброе утро У нас кстати есть Одноименная игра И давайте-ка вы набирайте Да я вас быстро перебью Сейчас девочки Мы вас зовем Поиграть с лириком Непосредственно Он вам будет Давать задание Звоните срочно нам По номеру 8495 956 1066 Подарок крутейший С нас конечно же И пока вы дозваниваетесь Конечно Есть у нас еще ряд вопросов Вот с Юлей Сейчас только что Песню мы послушали Но мы знаем Что работа кипит У тебя вышла Также совместная работа С три дня дождя Она лиричная Про ушедшую любовь Меланхоличная Лиричная Очень да Чья была идея Написать именно такую песню Ну как все было Мы готовили альбом Глеба Три дня дождя Вот на протяжении Наверное месяцев девяти Работали над альбомом Он делал демки Я что-то писал для него И все уже Была финальная стадия Создания альбома Практически Мы собирали все треки И нам пришла идея Что нам нужна Какая-то совместная история Все-таки я очень много Тоже вложил В творчество Группу Три дня дождя То есть И по идеям И по музыке И по музыкальному Продюсированию В том числе И нам хотелось Сделать совместную Композицию И как-то так сошлось Что давай-ка делать Попсу Прям такую Он говорит Да хочу делать Попсу Ну и мы сели Делать попсу Значит за один вечер Как-то родилась Эта композиция Она получилась Достаточно Нестандартная У меня там просто Искажен голос Достаточно сильно Да-да-да Хотелось максимально Сделать Странный вайб Но тем временем Чтобы он был попсовый Запоминающийся Приятный Вот обратная связь тебе От человека чуть постарше Звучит по-взрослому Эта песня Она звучит прям реально Такая прям Ну как будто бы Вот я могу скинуть Ее своей маме И она оценит ее Очень хорошо Она при этом Очень модный звук Очень все стильно Но нет такого Что прям для взрослой аудитории Она равно хорошо зайдет Как и для совсем молодых ребят Да Но она достаточно широкая Мне кажется Там в принципе у Глеба Весь альбом такой получился Он достаточно взрослый Наполненный Благодаря тебе Благодаря твоему В том числе Твоей совместке Я еще узнал про 3 дня дождя Так я все Своим друзьям расширил Да парень на выходных Собирает адреналин стадиум Это вообще 7 тысяч Солдаут Вы ребята Сходите туда обязательно А если вдруг у вас Планируются семейные вечера Где будет играть музыка Теперь вы знаете Что можно послушать И с родителями И с бабушками В целом И с мелкими Типа как Семейный аккаунт в YouTube Да-да-да Знаешь что А вот вопрос Это же ты автор Финальных аккордов На фортепиано В этой совместке Ну конечно Класс Так хорошо прям Дю-дю-дю-дю-дю Уходит Прямо вот Элтон Джоновская Что-то читается в этом Ну а может быть и нет Ну вдохновлялся В любом случае Столько музыки в голове Все это перерабатываешь К слову о чтении И о историях У нас на подходе следующая игра. У нас уже есть Игрица, но давайте расскажем, в чем будет суть. Да, и так, ну давайте прямо Игрица расскажем. Поехали. Поверит или нет, суть в том, что сейчас Кирилл Лирик, наш гость, будет делиться историями с Татьяной. Таня, привет, доброе утро. Алло. Да, доброе утро, ребят. Танечка, здравствуй. Доброе утро, Татьяна. Вот Кирилл с тобой здоровается. Все, потерял сознание. Она закрасила, мы слышим. Тань, вводим тебя в курс дела, поздравляем тебя с дебютом. Смотри, сейчас Кирилл для тебя расскажет три короткие истории, а тебе нужно будет определить, какая из них правдивая. Вот, и Кирилл, и мы в целом уже знаем, какая правда. Осталось дело за малым, только нужно угадать тебе. Два фейка, одна тру. Итак, три истории для тебя. Итак, знаете ли вы, что Кирилл Лирик быстрее всех в семье раскладывает пассианска сынка? Раз. Это первый вариант. Второй вариант. В детстве забыл забрать брата из садика. И третий вариант. Однажды сбил бабушку. Прикольно. Таня, что думаешь? Ну, я думаю, второй вариант правильный. Второй вариант. В детстве забыл забрать брата из садика, и это абсолютно неверно! Неверно! Потому что у Кирилла даже брата-то нет. Так, ну давай, что является правдой здесь? Ну, к сожалению, является последний вопрос. Но для бабушки это была не моя бабушка, слава богу. И я был не на автомобиле, и урон бабушке был особо не причинен. Причинен он был мне до сих пор шрам на локте. Я упал с велика, да, разодрал полностью там колено, локоть. В тот случай я уехал в Волгу, а ты решил в мягкую бабушку затравмозить. Да, да. Это тоже реальная история. Ну, а бабушка вообще полностью в порядке? Ну, она так, типа, поругалась. Зазванивайтесь. Что ты тут бегаешь? Что ты тут летаешь на этом велосипеде? У меня велосипед уже все, у меня колесо пошло там восьмеркой. Вот. Ну, она упала, ну, это была трава, как бы, и я думаю, что там ничего вроде, она спокойно встала и пошла себе дальше. А я... Когда еще вот так вот время найдет прилечь? А я по асфальту прокатился с кайфом просто. С кайфом прокатимся и по нашему эфиру. Сегодня Кирилл Лирик в гостях у красавцев Лав Радио. Красавцы Лав Радио. Сегодня у нас в гостях Лирик. Кирилл, привет! Утро, утро, доброе! Ну и, конечно, мы хотим с тобой говорить на все темы. У нас есть специальная рубрика. Как, как ты? Что, как? Как ты? Как ты это делаешь? Кирилл, скажи, как ты пишешь песни для других артистов? Что тебе нужно знать о человеке, чтобы написать песню? Что ты считываешь? Какую информацию для того, чтобы вдохновиться? В первую очередь нужно общаться с человеком, нужно понимать его творческий путь, знать, что ему нравится и стилем музыки. И как бы в целом на студии я очень не люблю писать просто в воздух. Там артистам продавать демки, как многие делают. Я так просто не умею. Я так пробовал, я так делал, но это не всегда здорово получается, потому что круче всего узнать артиста лично, пообщаться и где-то и вместе желательно присутствовать на студии, вместе писать и сразу понимать, подходит ли это артисту, кайфует ли, видеть его глаза. То есть работать полностью в связке артист-продюсер. Представь, вот у нас появился запрос и мы хотим, допустим, с тобой поработать очень сильно. И ты такой, о, было бы круто, что мы поедем делать, чай пить куда-нибудь? Да, поедем к нам в СБУ пить чай. Веники в СБУ. Да, банька есть тоже. Серьезно? Вы хорошо живете? Затопить можно вообще. Это правильный вайп? Вот с точки зрения технического задания, ТЗ, что нужно артисту тебе выдать, чтобы ты писал песню? Ну, я хочу, например, я хочу песню про там несчастную любовь, чтобы она была какие-то, может, премьеры, референсы. Но в конце чтобы был взрыв. Да. Ну, естественно, какие-то рефы использую. Ну, как бы, артист дает какие-то рефы, хотя я очень рефы не люблю. Я люблю садиться и с нуля вот просто ищем там, допустим, клавиши взяли там или гитару, нашли какой-то вайп там, пару, ну, какие-то аккорды, какую-то мелодию и все, я от нее поплясала. Либо от барабанов, допустим, нашли. Может, даже какой-то, если от простого идти, какой-то луп найти. Это уже готовый, типа, это уже готовый кусок барабанов, уже готовый, просто ставишь его в проект и начинаешь наверх уже все наслаивать. Потом уже занимаешься техническими моментами, это уже не столь важно. Продолжай, пожалуйста. Это очень трудно. Устанавливайся. Главное найти то зерно, от чего пойдет вся песня. Вот так, в принципе, последний все, наверное, последний год вот так все композиции рождались точно, вот просто от какого-то вайбочка, скажем так. Именно это мы хотели узнать и, конечно, мы хотим еще обсудить одну из популярных песен для одной из популярных артисток, которую ты написал. И через несколько минут мы это сделаем. Дождись, у нас фирменный подход, дуэты прямо на подходе. Красавцы Лав Радио. Так, мы продолжаем. Это Красавцы Лав Радио. Кирилл Лирик у нас сегодня в гостях. Привет еще раз. Очень. Доброе. Очень интересная беседа за эфиром, которая как раз-таки о творчестве и о музыке. Ну вот об этом мы поговорим. Вот наверняка, обращаясь ко всем слушателям, все уже оценили новую песню Клавы Коки. И все-таки какая новая Клава? Как отметили все, да, слушатели говорят, Клава так сильно поменялась, она написала взрослую, серьезную песню, а потом раз, а это Кирилл Лирик написал, оказывается. Да, ну как, мы все равно вместе в соавторстве это все происходило, и Серега Слэм, партнер с кем мы много, много чего делаем по музыке, Клава и я. Слэмитесь с Серегой. А? Слэмитесь с ним. Слэмимся вообще на студии, джемимся, слэмимся. Вот, и Клава приехала, и у нас была идея, вот как раз то, что я рассказывал, что от какого-то вайба нужно было пойти. Мы долго искали, долго искали, и я начал эти клавиши играть, вступительные. И все, и, собственно говоря, с них понеслось, и хотелось изначально, была идея, хотелось Клаве сделать что-то новое, действительно, что-то взрослое, что-то, то, что... И она мне в итоге потом пишет. Было много, на самом деле, моментов там записи, хотя я видел, что ей все нравилось, все супер. Мы буквально там за день она и текст сразу накидала на студии, и мы это записали, и сделали демо-аранжировки, потом, естественно, все это дорабатывали. Были там моменты в производстве, там Клава говорила, блин, хочу так, хочу так, хочу так, чуть не сходились, но потом в итоге все сошлись, все супер, все сделали, и она мне просто записывает голосовое в день релиза, в день релиза, говорит, Кир, спасибо большое за это сотрудничество, это теперь моя любимая... А ты можешь поставить это голосовое? Могу, могу сейчас. Надо искать, наверное. Да почему? Ну что такого? Мы дадим время, чтобы найти, потому что... Клава, не злись, если что. Кстати, пока ты параллельно ищешь, она сама пришла к тебе с этим? Или ты говоришь Клаву? Не, мы решили собраться, просто мы раньше давным-давно, еще когда Клава не была такой большой артисткой, мы делали пару песен, вот, то есть как бы это не первое наше сотрудничество, скажем так, вот, но тут уже абсолютно новая Клава, абсолютно новые мы, абсолютно новые я в плане опыта, в плане подхода к музыке, и мы точно понимали, что что-то прикольное может получиться, что-то здоровское, и в итоге вылилось в большую такую серьезную песню. Очень хорошо. Как раз нашел голосовое. О, давай, давай. Микрофон его. Чуть-чуть просто обложка. Еще раз. Вот, Сереге тоже большой привет передавай. Вы красавчики, и для меня была большая честь поработать. Ну как это? А, привет тебе! Очень приятно наблюдать, как вы развиваетесь и крутите еще больше. Хотя куда уж там. Ну нет, крутите, крутите. Всегда есть куда. Всегда. Мы постараемся примкнуть к вам, скажем так, погреться в лучах вашей славы в рамках нашей специальной рубрики. Ну мы взяли, естественно, твою песню «Она не поверит», для того, чтобы над ней немножко поработать. Работой не получилось, получился фан. И представь, это песня про чувака, который так любит свою машину, что его девушка просто не готова поверить, то, что он ее продаст в итоге. Она не поверит, верит, что отдам. Никому не отдам. Мы по классике начнем с куплетов, а тебя просим вступить на твоем шикарном припеве. Поможешь нам? Супер, да, конечно. Мы все испортили, как всегда, поэтому слушай и наслаждайся. Кирилл Лирик и красавцы Love Radio. Дуэты. Она не поверит. Три красавца. Сегодня на строе, ребята. Оу, да. Мы начинаем. Ти-ти-ти. 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 Шум дорог. Моя тачка. Моя тачка. У всех на глазах. У всех на глазах. Надраена. Красивый пляс. Очерненье шин. Это клево. Все влюбляется. Супер скоро. Предложат мне продать. Сто пудово. В норме документы, ведь я так ее любил. Ты не веришь бреду, что продам ее другим. Тып я сентиментальный, В этом точно право ты. На авторынке завтра ищи. Она не поверит, Верит, 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 верит мне. Она не поверит, верит, 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 верит мне. Она не поверит, верит, 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 верит мне. То, что я так ее, Ни за что никому не продам. Она не поверит, верит, 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 верит мне. Не поверит, верит, 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 верит мне Не поверит, верит, 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 верит То, что я добью, ни за что никому не продам Кирилл Лирик и красавцы Love Radio Красавцы Love Radio Еще один вопрос, тут уже мы как бы для того, чтобы девочкам стало попроще с тобой жить Как ты это делаешь? Как понять, что Лирик с собой флиртует? Что там за сигналы? Наверное, взгляды какие-то Может быть, у тебя меняется голос, может быть Ты говоришь так обычно, а потом такой привет Малышка Привет Милашка Как дела? Ты не боишься, это если существует Как ты пожелаешь? От на? Запоминайте, девчонки Серьезно, есть ли у тебя какие-то смущения, движения, замечал? Я в целом такой смущаюсь обычно На самом деле, есть такой момент И могу ножкой что-то постучать Я вспоминаю ситуацию А что у тебя с ногой, что ты стучишь с ногой? Да, я что-то ритм отбиваю Удобно отмазаться можно Как музыкант же Да, я же тут настукиваю Но фирменная фразочка есть у тебя какая-то Которой ты вот знакомишься с девушкой, которая тебе нравится Вот там ты видишь ее, она тебе точно понравилась И ты такой подходишь и такой там Типа, привет А что насчет лирики сегодня, может быть? Ой, да-да-да О, я возьму на заметку такое Забирай Всегда рады Потому что эти стандарты Ну шо-то там, типа Как ты, че ты? Проведем вечер лирично Красавцы Love Radio Для всех, кто только что к нам присоединился В гостях у красавцев Love Radio Талантливейший Кирилл Лирик Доброе утро Утречка добрая Так, смотри, ты придумал вокальную партию Получается, ты на йогуртовом языке это напел А ребята уже туда уместили какой-то текст Да, да, именно так и было Вот так это происходит Счастье в дураках Ну это вообще Поэтому, наверное, такие рифмы, получается, нестандартные Да, мелодия припева, например Все синт А это какой-то ретроспективный какой-то? Ты взял драм-машину какую-то старинную? Не-не-не, я взял прям Я скажу прям Полибрюд Артурия Современный синт Ну просто выкручен звук был Звучит терпко Полибрюд Артурия Урожай 76-го года С южного склона Да Ну и накрутил там этот синтюк Вот эти все Сделал всякие вот эти обработки Не знаю, как это простым языком просто объяснил Объясняй сложным Так хочется посмотреть, как ты работаешь, если честно Снимай почаще Позови нас уже Надо, кстати, опять, да, снимать Надо про вейкап Я же снимал видосы, как я делаю Там разборы треков Надо, кстати, про вейкап Да, конечно, надо Я думаю, прям тебе нужно взять отдельно Ребят, приглашать продакшн Чтобы они, чтобы не ты Ты творческий человек Чтобы они сидели за спиной Снимали у тебя Вот приходила Юля Вот про нее снимают сериал Все мы знаем Как Do for love Do for love Мы там приняли участие в нем Ну как, там только голоса наши И вот этот вот баннер, который у тебя за спиной Вот это приняло участие в этом сериале Так вот Ну вот тебе нужно что-то такое Ну если хотя бы минимально, как ты пишешь Мне кажется, это будет интересно Я бы смотрел Надо впечатлить, да Ну, ну А теперь мы тебя будем Судим это позже Но сейчас мы поделимся с тобой Подарим тебе результат того, что мы накрутили Используя твой псевдоним Ну и, конечно же, долго-долго думали и придумали Твоим заданием на сегодня, на сейчас, естественно, будет угадать, какой музыкальный инструмент мы загадали Ну мы взяли, конечно, всякие старые славянские музыкальные инструменты Это не модуляция, не в рубляции, не... Как он сказал? Артур в брёт Артурио бруль Вот это вот всё А вот, допустим, такой вот музыкальный инструмент это самый могу дать подсказку давай вот смотри вот так вот буква к и там же есть буква л но вот у тебя лирик да твой творческий псевдоним есть музыкальный инструмент турецкая единица денежная да это колесная лира абсолютно верно так звучит так идем дальше в музыкальный инструмент номер два молодые кузнецы вакуова кузнецы боюсь опозориться смотри это подвид до какой-то там рядом буква же не но это духовой конечно же инструмент жаба может быть какая-то жимолость может быть жадина ладно может быть ты просто не знаю если кто-то бежал бежал маленький стукнулся и вот у него теперь баба бабка даем патришка и что с ним сделаешь вот малыша как ты его что ты как его идея тебя точно точно жалейка жалейка красавчик это жалейка ну и последние тут уже попроще как красота буква г давай лебеди лебеди гу гусли ну конечно с лицом так расстроился не люблю гусли кашу гусли ненавижу уберите это от меня подальше красавцы лав радио скромничает с кем из иностранцев хотел бы поработать вот из далеких там заморских ну блин точно с уикендом ну да тут бьется по вайбу да да потом ой прикольно было бы с трэвисом на самом деле поработать с скотом а писали скотом до строится скотом вот бакер взят на барабан это будет шикарно но это мы весь блин кван и титу они же воссоединились заберешь всех вас соединились тур будет они как пазл получается сложились и там собака нет последний вопрос в рамках этой рубрики как ты подбираешь себе одежду ходишь по магазинам работаешь со стилистом просто видишь это во сне периодически и со стилистом мы работаем и кстати юля помогала мне пару луков выбирать мы прямо с ней поехали в магазин вот сам периодически закупаюсь вот периодически просто шкаф открываю там чё есть то отдел ну как бы вниз вообще не заморачиваясь ты уже второй раз в нашей студии и выглядишь сегодня роскошно спасибо особенно это исключение такая ретроспективная вообще очень нравится тоже под покупка позавчера по-моему да взял да да очень приятно что ради нас исключение делаешь ну что красавцам это соответствует это про позитивный настрой правильный красавцы лав радио настало время по классике задать тебе конечно же сакральный вопрос мы не можем обойти его стороной потому что нам очень хочется узнать разговор в тишине кирилл что делает тебя счастливым последнее время две вещи улыбки людей окружающих и хороший здоровый сон прекрасно понимаем тебя что сказал это красавцы лав радио сегодня у нас в гостях кирилл лирик был с нами всего час сердце угодил если музыка антилопа то он крокодил прекрасен на всех носителях включая винил самый трушный лирик кирилл красавцы лав радио ярослав парамонов и никита мартов что Продолжение следует...